Ку-ку! Скажи привет-привет! Привет всем девочкам! Ах, не туалет, а мы не будем снимать. Добро пожаловать на канал Анны Ракаевой. И мы решили с моей доченькой ответить на самые важные ваши вопросы. А это полет со Стамбула в Запорожье. И вот мы непосредственно сейчас находимся в Запорожье. И будем лететь домой в Стамбул. И как это все у нас проходило. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Итак, дорогие мамочки и просто тем, всем, кому интересно. Летели мы со Стамбула. Мы сделали с Жасминки за кран-паспорт. Это ее документ. Взяли на всякий случай разрешение отца на вылет. Но, кстати, в Стамбуле у нас не спрашивали разрешение. Спросили с Жасминкин Кимлик. Это ее турецкий паспорт. Поскольку она уже, нам было на тот момент, когда мы вылетали шесть месяцев, больше, чем шесть. Поэтому она должна была зарегистрирована в Турции обязательно. Так как она у нас гражданка Турции, естественно, у нее есть документы. Но дело в том, что получилось так, что с собой мы этот документ не взяли. Но, слава Богу, мы сказали номер ее документа. И по компьютеру в тот день пробили. И нас спокойно пропустили. А в самолете летели мы сюда, в Запорожье, в Украину. Спокойно, запольно. Не спали. Я думала, она будет спать в самолете. Она не спала. Мы играли. Да, развлекались. Нам очень хорошо. И все очень помогало. В принципе, в целом, мы долетели очень даже хорошо. А как мы долетим обратно в Стамбул, я напишу уже об этом в своем блоге в Инстаграме. Запорожье. Аэропорт небольшой. Довольно-таки, на первый взгляд, спокойный. Потому что небольшой, немного легкий. Если сравнивать его, естественно, с аэропортом из Днепропетровска, мне кажется, что аэропорт Запорожье немножко меньше. Ну, первый минус сегодня, который был, это то, что я хотела обмотать чемодан. А лента, которая обматывает чемодан, не работает. И, естественно, мы не обмотали чемодан. Поэтому не надо. Поэтому надеемся, что будет все в порядке. Поэтому, если вы летите через Запорожье, лучше обмотайте свой чемодан дома, заранее. Потому что здесь, скорее всего, не будет такой услуги. В аэропорту говорят, что это занимается этим отдельная фирма, и они, когда фирма, не имеют никакой связи с ним. Поэтому я, конечно, написала жалобу. Потому что, как это так? Я рассчитывала, у меня там детские вещи не дешевые. Но, тем не менее, надеемся, что все будет хорошо. Поэтому я же говорю, напишу уже немножко попозже. мне тоже понадобится паспорт. Естественно, мой программ паспорта и ребенка отдельный. И, единственное, мне еще, когда проверяли вот здесь, на мотной службе, меня спросили разрешение отца. Я сказала, пожалуйста, дайте свидетельство о рождении ребенка. Я достала свидетельство, естественно, дала. Поэтому, девочки, кто летит, собирается в Украину, и из Украины летит, обязательно документы у вас должны все быть. даже если они вам не нужны по списку, но они на все-таки должны у вас быть. Ну что ж, садимся на самолет в 6 часов. Как мы до летения, думаю, будет все в порядке. В принципе, это самый важный вопрос. Детьми не так сложно уже летать, как оказывается. Главное, чтобы дети были сыты, пандусы чисты и, естественно, здоровы. Это залог, мне кажется, спокойного полета, спокойного путешествия. Еще раз спасибо за то, что вы со мной. Ставим лайки и делимся этим видео. До свидания. Скажи, привет-привет. Привет всем девочкам на фоне туалета мы не будем снимать. Добро пожаловать на канал Анны Ракаевой. И мы решили с моей доченькой ответить на самые важные ваши вопросы. А это полет со Стамбула в Запорожье. И вот мы непосредственно сейчас находимся в Запорожье и будем лететь домой в Стамбул. И как это все у нас проходило. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Аминь. Аминь.